Архангелы 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 Спасибо за участие. Для тех, кто не готов сделать пожертвования деньгами, а предпочитает убедиться, что куплено именно то, что просят, была организована опция «Купил, отдал». Посетителям магазинов и аптек предлагалось приобрести и положить в специальную коробку определенный вид товара. Я могу что-то приобрести в этом магазине? Да, вы можете приобрести товар в магазине, который вы считаете, что он поможет детям, и передать его. А что больше требуется им? Это детское питание, памперсы и средства для ухода за новорожденными. И, что важно, каждая коробка имеет конкретного получателя. Организация «Совет отцов» направит собранные вещи в социальный приют, детский дом-интернат и центр социальной помощи семье и детям. Принять участие в акции «Благотворительность», не вставая с дивана, еще проще. Стоимость одного звонка на благотворительный номер 8 809 351 11 15 со стационарного телефона всего 50 рублей. Эта сумма будет добавлена в счет на оплату телефона в следующем месяце. Если готовы сделать несколько таких звонков, пожалуйста. Оплата звонка станет вашим вкладом в влечение детей. Если вы согласны с условиями, пожалуйста, дождитесь соединения. В акции приняла участие известная телеведущая Ирина Шадрина. Ее голос записан на автоответчике телефона. Спасибо, что вы с нами. Акция «Благотворительный товар» прошла в торговой сети «Шик». 5% от продажи товара марки «Большой плюс» будет также перечислено на благотворительную программу «От сердца к сердцу». «Доброе такси» – акция, позволяющая принять участие в марафоне компаниям, имеющим договор на услуги такси. Такие организации могли передать талоны на проезд в пользу людей с инвалидностью. 5 талонов по 80 рублей в месяц – это 480 рублей. Не так уж затратно для организации, и в то же время это помощь людям, которые остро нуждаются в данной услуге. При передвижении в социальные учреждения, в образовательные учреждения, к месту отдыха – это старт акции. Она не кончается 12, а только начинается. С помощью этой акции Центр Гаранты «Союз общественных объединений инвалидов Архангельской области» планирует организовать отдельное социальное такси для инвалидов. Акция «Вторая жизнь вещей» была предложена для владельцев устаревшей компьютерной и домашней техники. Многое из того, что в наших домах и офисах, пылится в шкафах и кладовках, кому-то крайне необходимо. Механизм передачи очень прост. Достаточно одного звонка в офис организаторов марафона, и к вам приедут, заберут и предоставят возможность убедиться в том, что ваша вещь доставлена именно тому, кому она действительно необходима. Кто? Это только это Архангельс. Привезли теперь компьютер. Привет! Еще один этап марафона «Добрый Архангельск» – акция «Макулатура на благотворительность», в которой приняли участие архангельские школьники. Так, возможность стать благотворителями была предоставлена и тем, кто пока не имеет своего заработка. Ненужные коробки, газеты и журналы после сдачи в пункт приема превращаются в реальные деньги. В акции по сбору макулатуры приняло участие 46 школ города Архангельска. И на сегодняшний момент мне сообщили, что мы собрали уже более 40 тонн макулатуры. Вырученные от макулатуры средства пойдут на покупку специальных опорных устройств для детей-инвалидов. Марафон «Добрый Архангельск» – для одних надежда на помощь, для других первые шаги благотворительности. Редактор субтитров А.Семкин